К нам уже выдвигается строго и... Как вы думаете, кто, Алексей? А, вы знаете, как вы думаете, кто? Нет, Shadow Kek. Вот-вот они уже подходят. Они уже подходят и... А как мы рассядемся, Алексей? Ну... А давайте-ка я... Сюда Кокоса. Кокос! Здравствуйте, Кокос. Хорошая игра, особенно последний момент. Проходите. Ладно, еще раз поздороваюсь со строго. Почему бы нет? Привет! Привет, зайчик! Алексей, а давайте-ка... Привет! А давайте-ка я присяду вот так вот. Вань, иди сюда. О-о-о-о! Ой-ой-ой, Вань! Вань! У тебя бред, блядь, буквальный. Вань! Иван, а знаешь что? Ваня, да, сядь к Наталье, а я сяду сюда. А давайте вот так вот. Ты крыса? Чего я-то? Ты крыса? Чего ты сел туда? Ты не соскучился? Ну-ну-ну, Алексей. Иван, последний раунд. Ситуация 2 в 4. Пропускаю одного и разъебываю троих. Как вы думаете, в чем ошибка была 89-го склада? Ну, то, что меня не прочитали, во-первых. А во-вторых, они не ожидали то, что третий будет сайдинг. Это таксист Жора. На самом деле у меня свой бизнес. А это так, чтоб город лучше узнать. И уже 20 лет он возит людей. Куда прешь, му-ни? У планта остановите. Но иногда с ним случаются странные вещи. Ссылка на сайт и промокод в описании ролика. Хорошо. В какой-то момент при счете 8-4 на первой половине начались какие-то проблемы. Три раунда подряд команда Братишкина забрала. С чем это было связано? Расслабились немножко? Ну, во-первых, были у нас экономические раунды, по-моему. Или нет, я уже не помню. А во-вторых, да, во-первых, у меня руки все в игру были холодные. Я буду держать. Можно и так, да. Руки были холодные. Холодно было в зале, прям максимально. Сейчас все сделано? Экономические раунды. Потеплее надо сделать. Да. И все будет нормально. Чего мне надо хоржить? Алекс говорит, судя по футболке, ты не только на раундах экономишь. Да, я... Хотя, чья бы корова, блядь, нечего. Да, да, это все... Это спортивная одежда, спортивная игра. Все правильно. Ваня, встречают по одежке, но вы всем показали, что вы очень хорошо отыграли первую карту. Спасибо. Это не я подкрутил, это мне подкрутил. Я правильно понимаю, что у вас была какая-то переписка внутриигровая в процессе игры? Ну, конечно, мы их нахуй посылали. Какое-то самое такое сообщение, которое запомнилось? Пошел нахуй. Отлично. А у вас не было видно чата? Нет, нам, по-моему, не видно. Нам иногда вас показывают, как вы кричите. Вячеслав, есть несколько новостей. В определенный момент ваш онлайн достигал больше 110 тысяч на трансляции. Видел, видел. Какой у тебя рекорд был? Спасибо, чат. Спасибо. У этого 111. 111? Да. Ты его побил. Побили. Побили рекорд. Поздравляю. Еще один момент. Вадим и Вилон подарил 50 подарочных сабок. Валечка, родненький, спасибо тебе. Ну, я расплачусь, ты знаешь, как я умею. У меня ротик. Да, на этом можете идти готовиться. У нас с Алексеем изначально был план позвать капитанов команды и их девушек. Только их девушек. Ну, только их девушек даже, да. И узнать такой вопрос. Вот правда, что, скажем так, перед какими-то ответственными мероприятиями нельзя заниматься сексом? Слушай, мы вчера охуенно дракали. Вот хотелось бы узнать. Катя, 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 ты запретила? Я не придерживаюсь, я не придерживаюсь таких. Ты не веришь в такие правила, да? Нет, я не верю в такие правила. Ты не делаешь, потому что... Наоборот, я считаю, наоборот должна быть мотивация. Отлично. Но он очень долго включается у вас, Екатерина. Ну, когда я включаюсь, Алексей, меня уже не остановит. То есть, когда вы мне сказали, что вы играли в VR сегодня ночью? Мы играли немного другой VR. Я понял, я понял. Ну, VR мы тоже играли, да. Я понял. Оказывается, в VR и такие игры есть? Я проходил даже одну такую игру. Мы просто оптимизировали под себя, Алексей. Не надо сомневаться, Алексей, берите. Я покупаю VR, хорошо. Скажите, пожалуйста, дайте информацию, когда у нас будет начинаться вторая карта, чтобы мы примерно сориентировали наших многоуважаемых зрителей. И примерно информация по водичке хотелось бы получить. Да, как-то так. Дима, я могу тебе принести воду? Водичка сейчас. Начало скоро. Хорошо, вода сейчас будет, и начало скоро случится. Как там в этом известном ТикТоке? Официант Литин. Я здесь пап. А, офицер. Здравствуй, Ваня. Наталья, не могли бы вы передать Амине микрофон? Аминочка, еще раз здравствуйте. Вы у нас тоже киберспортсмен, между прочим. Ну, я бы не сказала. Да, вы недавно играли... Вы обещаете. Да, вы недавно у нас играли турнир 2 на 2. Вашим тиммейтом был Дима Ваншот. Это гений. Гений кто? Это гений. А, гений. Реально, он реально гений. С ним очень комфортно играть, очень. Общаетесь ли вы в жизни? Нет. Просто в игре. Мы после матча особо не общались. Ну так, я могла ему на историю ответить, он мне тоже. Это максимум. В общем, у вас такая химия просто налаженная, игровая. Вы друг друга понимаете, вам хорошо. А вашими оппонентами были серьезные люди. Ориняны Симпл. Ну, между прочим, она такие иногда вешала вещи. Я тоже просто не играла. Только так писала. Да она поддавалась. Она на Тусе поддавалась. Она такая, гу, на деньги. Я говорю, я на деньги не играю. Наташа, приходилось ли тебе играть в КС против Вади? Конечно. Мы каждый вечер играем. Ну, сейчас приеду и будем играть, наверное. Я понял. Ну, а так, да, мы типа играем. И кто кого? Кто, так сказать, сосет? Не понял. Не понял. Кто проигрывает в этих двоях? Да, кто проигрывает, я имею в виду. Ну, мы. Вдвоем? Да. Хорошо. Замечательно. Ну, так, я проигрываю постоянно. Он меня тренирует, тренирует максимально, чтобы я не сосала. А когда будет вообще дуо ваше? А то он все организовывает, организовывает, а сам-то не участвует. Ну, как минимум, если не только говорит ПКС, завтра будет шоу у Алексеевна Шоу. Секс-правдомер. Да, мы на моем канале немножечко просвещаем людей вопросами про секс. Они не пошлые, ни в коем случае. Просто люди больше узнают про секс. Надо просвещать молодежь. Правда, Наталья? Только без пошлых вопросов. Вадим сказал, чтобы их было больше. За что, Вадим? Да, почему-то Вадим хочет больше пошлых вопросов. Вадим, если ты слышишь нас, ответь, пожалуйста, почему ты такой пошленький? Вы не знаете, Наталья, почему? Я не знаю. Мне кажется, его кто-то испортил в свое время. В свое время? В свое время. Наталья, вы умеете, так сказать, накалить атмосферу? Ну, точно не я, нет. Нет, не я, нет. Вы вообще в отеле жили? Как вы могли его испортить? Конечно, да. Как вообще в отеле? Расскажи, какие условия были? Что у тебя там, пятизвездочный, четырехзвездочный? На каком этаже в отеле приходилось ночевать чаще? Ну, я жила в отеле, да, я платила деньги, я жила там, но мало жила, потому что сразу приходила к Вадиму. Ну, куда мне еще было идти? Я постоянно приходила к Вадиму, и у него очень проводило очень много времени. Очень проводили очень много времени. Вы не смущаете. Вы не волнуйтесь, Наталья, мы просто... Не смущайте меня. Много народу, Наташ, не смущайся ни в коем случае. Да, здесь все свои, как говорится. Ну, отель хороший, правда, там многие говорили, что отелей в этом районе нет, но есть на самом деле. Теперь есть. Пятизвездочный. Хорошо, Наталья, не будем вас смещать, передавайте Амини микрофон. Смещать, смущать, да. Да, спасибо. Амина, вы приехали сюда поддержать кого? Я все-таки придерживаюсь нейтральной позиции, потому что я считаю, что та команда, что и та команда действительно достойная. Вот, я не могу сказать, ну, наверное, баланс. Мне кажется, это баланс. Вот, но изначально, наверное, изначально я все-таки была ближе к команде бустера, потому что, как мне казалось, что там играют более сильные игроки. Сейчас же я могу взять свои слова обратно. То есть вам кажется все-таки баланс? Да, мне кажется, баланс, мне кажется, вторая карта будет 1-1. Я почему-то в этом уверена. Аминь. Аминь.